Курганец Владимир Бабадков живет в поселке Локомотивный. Последние два года воспитывает несовершеннолетнего сына один. Живут нелегко. Возраст у меня 57 лет. Работу у меня не сильно берут. Ну как бы в своем доме мы живем. Ну два года без дров, без работы. Дома тепло, еда есть. Вот и все могу сказать. Интернета и кабельного телевидения в доме нет. В апреле в связи с переходом вещания на цифровой формат телеприемник перестал ловить почти все эфирные каналы. Последнее время Че показывала и СТС. У меня карусель хочет смотреть, а что мне делать там? Как я поставил? Глава семьи обратился за помощью в органы соцзащиты. Те сообщили о ситуации уполномоченному по правам ребенка Алене Лопатиной. Детский омбудсмен привлекла телевещателей. Сейчас у нас проводится акция 20 новых телезрителей. Совместно с соцзащитой решили вручить вот этой семье приставку. То есть сейчас они смогут смотреть у нас 20 каналов бесплатно. Сейчас юный Артем Боботков и его папа смогут смотреть все эфирные телеканалы в отличном качестве. У нас стало теперь тоже 20 телеканалов. Я этому рад. Алена Лопатина узнала, где ребенок будет проводить лето. Какая нужна помощь при его сборе во второй класс. А пока подарила бутылку для воды. Предмет, необходимый каждому юному спортсмену. Я думаю, что это приучит ребенка в том числе к тому, что есть вещи, которые им пользоваться должен только он. Это привитие навыков личной гигиены. Алла Маковеева, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Круганру.